Во второй части фильма про лисят я покажу кадры не только с фотоловушек, но и съемки вживую. Лисята все чаще появляются на поверхности у нор, несмотря на то, что они совсем еще маленькие. Вот эти кадры сняла ловушка в ранневещельные часы. Можно увидеть, что лисята пока еще не очень уверены в своих движениях. Ловушка установлена у норы, которая расположена под сосной, и около нее открытая площадка. Видимо, не только у этого от норка играют лисята, но и у другого, который окружен кустами. Именно у второго от норка я в первый раз стал снимать лисят вживую. Я соорудил заседку из валежника и куска камуфляжной ткани. Кусты, в которых я увидел лисят, сильно мешали съемке. Лисята беззаботно возились у норы и лишь иногда посмотрели в мою сторону. В следующий раз, когда я пришел к норе, лисят не было. Я воспользовался случаем и немножко поправил обзор. Чуть-чуть прибрал кусты, оборвал листья, для того, чтобы было легче снимать. В этот раз из норы вышли все лисята. Четверо лисят были одного размера, активны, играли между собой. Пятый же лисенок уступал им в размере и был менее активен. Бывали моменты, когда у той норы, где я ожидал лисят, был только один малыш. Остальные были у норы с фотоловушкой. Не каждый раз удавалось провести длительное наблюдение. Иногда даже единственный лисенок, да и тот, громко выражал свое недовольство незваному гостю. И тем самым пугал лисят, которые были в другой норы. Пятый, самый мелкий лисенок, вел себя несколько неуверенно. Была видна его слабость. Тем временем другие лисята бодро выясняли между собой отношения у другого от норка. Эти лисята по размеру тоже отличались. Но более мелкие малыши не уступали в играх крупным собратьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крупный лисенок наигрался со своими братьями и сестрами И перебрался к норе, где я наблюдал за одиночкой. Он стал третировать его и издеваться. Столкнулся с теплого песка в траву и занял его место. Несколько раз он прогонял малыша с мягкого песка. Потом он все же ушел, а малыш вернулся и улегся на песке. На песке у норы и в последующие дни дремал лисенок, но который из них я так и не понял. Субтитры создавал DimaTorzok и не осталось ни одного из лисят, я решил пройтись по окрестности. Стал обходить место с норами и вдруг заметил движение в кустах. Остановился и неподвижно стал наблюдать. Причем я оказался в неудобном положении в самом центре небольшой поляны. Я стоял неподвижно, как пень, в полный рост, и лишь фотоаппарат держал у глаз. По стволу упавшего дерева в мою сторону вышла лиса. Видимо, она решила проверить, кто тут трещит ветками. Она остановилась у молодой елки и, не слезая из бревна, уселась. Оглядывалась, прислушивалась. Даже, казалось, глянула на меня. Но так и не увидела и не поняла опасности. Развернулась и спокойно ушла обратно. У отнорка, где я снимал вживую, чаще всего был только один лисенок. А основная жизнь протекала у норы с фотоловушкой. Я хотел снять эту жизнь с установленного с кратка, но ничего не выходило. Пришлось покинуть мое убежище и, прячась за кустами, снять игры лесят на новом месте. И, как видите, из этой моей затеи кое-что получилось. Конечно, не все хорошо видно. То кусты, то бревна мешают. Но на тот момент у меня не было других вариантов. Уже то, что удалось снять, не потревожив лесят, скрываясь за худеньким кустом, я считаю удачей. Одновременно со мной снимала и фотоловушка. Некоторые кадры с нее тоже представлены здесь. Наигравшись, все лесята, кроме одного, скрылись в норе. Оставшийся лисенок посмотрел на меня, не сильно беспокоясь. И, в конце концов, он улегся отдохнуть прямо у норы. Субтитры сделал DimaTorzok Следующие кадры сняты фотоловушкой. Было много съемок фотоловушкой в темное время. Это монохромные кадры, и я не стал их здесь показывать. Цветных съемок достаточно. У наших зверенышей уйма энергии. Они используют любую свободную минуту для своих игр. Ведь играя, они отрабатывают навыки будущей охоты. И это поможет им выжить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok